И привет всем, друзья, и сегодня мы с вами посмотрим на самый лучший симулятор ралли на дроид. Ну погнали, как бы это CarX ралли симулятор, ссылка в описании на него, если что. Ну и как-то так, погнали, смотреть. В принципе менюшка такая слабенькая, но типа игра сама прикольная, то есть, ну, если честно, лучший я не находил еще. Именно про ралли вообще нету, короче. У нас тут всякие настроечки есть, то есть все, что вы хотите настроить, все есть, только руль не ставьте, потому что руль это хрень полная, если честно. Ну вообще, это не как гранд-траки и т.д. Ну, также тут есть музычка, т.д. т.п. Тут все нормально, ну, то есть, ну, менюшка простенькая, основная. Также у нас есть гараж, ну, как бы в гараже становится уже интересно тут показатели машины, сами машины. То есть он, ну, вот сначала дается вот такая вот тачечка, типа вы ее уже имеете. Также есть модификации этой машины, типа, ну, то есть, вот, кольт обычный и кольт M, типа, улучшенный. Ну, M, короче, вы понимаете, R-Line, типа такой, ну, если для Галифа, или GTI, что-то такое. Это седьмое поколение Галифа, то есть это не самое новое. Также у нас есть вот такие вот тачечки, то есть, ну, тут BMW-хи всякие, даже ВАЗ-2107 или какая-то. Короче, напишите в комментариях, что это какая-то модель и ХЗ, если честно. Они все одинаковые. Есть машина-механика из Мейсомеркар. Додж Челленджер, по-моему, называется она. Такая-то тачечка, не помню, Кобра, по-моему, она называется. Додж, Додж, да, или что-что-что-то. А, то Мустанг, Мустанг. Че это такое? Так. СЗ, Парше, 992, по-моему, или 994. Это не знаю, это, по-моему, этот. Как его? Ауди С. Пола, вот, есть. Ауди, этот, Кватро. Ситроены всякие, тоже, так, бежу, Ситроены, вот это вот все. Как-то вот так вот. Ну, то есть, игра же довольно обширный, прикольный. Такой и сам по себе прикольный. Также мы можем модифицировать автомобиль, то есть, просто этому, ну, всякие ухлопа, там, для двигла, для подвески, всякие, там, короче, приблуды. Вот, выход, например. Вкус, коленвал, можем поменять, ну, т.д. и т.п. Не добавляет по-разному, ну, то есть, там, скорость, ну, ускорение, там, поменьше будет, ну, то есть, точнее, побыстрее. Ну, и там, чуть-чуть момента, прирост момента. Ну, такое, короче. Можем менять сцепление, КПП, вот это все, все дела. Ну, вы понимаете, короче. Можем, как бы, улучшать шины, мы их менять не можем. Вообще, нереально их пробить, то есть, как в WRC, это мне вообще, ну, типа, тут нереально. Но, как бы, зацеп будет лучше при прохождении трасс. Там она сама выбирает шины, короче, эта игра. Ну, такое. Также мы можем помыть автомобиль, что неожиданно, если честно. То есть, тут есть эффект загрязнения. Я когда-то не знал, что его можно помыть, и тупо там его загрязнил. Ну, знаете, что не было видно вообще спонсоров даже. То есть, вообще, в ноль. Просто. Короче. Потом я такой захожу в гараж и такой, ага, там надо вообще ему помыть, как бы, по-хорошему. Как-то так. Также мы можем настроить автомобиль. Да, вы все правильно помнили. Это, типа, полная настройка подвески. Ну, двигателя, кстати, нет. И на то ли. Ну, там акцент, короче, на подвеску и на шине. То есть, ну, другое там вообще. Ну, можно сделать, типа, меньше лошадиных сил автомобиля. Но их из-за для чего это, типа, вообще сделано. Нафига, так сказать. Ну, вот все, сжатие, разжатие, там, я не знаю, что хочешь, стабилизаторы. Все это можно изменить. Я, если честно, знаю, немного, поэтому изменил так, на глаз. Но, в принципе, в принципе, настроил прям кайфово. Вообще. Ну, то есть, вообще класс. До этого было просто такой... Я даже не знаю, как это передать. Ну, просто я вот настроил. Вот я сравнил, типа, до настройки и после настройки. Ну, после настройки она начала ехать так классно, эта тачка. Просто, просто жесть. Просто офигенно. Ну, короче, не обрешайте внимания, что я сейчас тупо впилюсь куда-то. Потому что это, ну, я как бы не играл долго в эту игру перед записью видео. Ну, то есть я вообще такой поиграл жестко, потом что-то забил. Сейчас решил записать видео, потому что, ну, почему бы и нет. Не, ну, реально офигенная игруха. Я, наверное, сейчас поубавлю настройки графики, потому что что-то 28 фпс не внушает доверия. 22, что-то такое. Короче, ну, если без записи играть, то, в принципе, 30, 40 даже фпс, 50 даже выдает. Ну, то есть, но все в зависимости от дорог, как бы. Есть такие участки, где, типа, ты едешь, 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 50 фпс, потом такой 20, ну, типа, 19, 20, и ты такой, ага, понял, принял. Ну, это я про ультры говорю. Типа, потом едешь дальше, там проезжаешь какой-то участок, снова 50, типа, и все нормально. Процессор у меня Snapdragon 765G, так что, ну, можете сравнить, короче. Как у вас она пойдет? Ну, я думаю, пойдет, типа, вообще не проблемка. Также эта игра у меня, например, сравнивается с этим. Блин, забыл. Короче, сейчас вспомню и скажу. Также, ну, мы можем настраивать управление вот вообще под себя, смотреть. Ну, то есть, тут больше-меньше кнопки, типа, делать. Там, ДДТП. Можно, кстати, со сцеплением играть. То есть, ну, сразу для любителей сцепления, пожалуйста. Вообще не проблема. Но я вам так скажу. Я поиграла со сцеплением чутка. Я просто в чем прикол, не поиграл. Потому что тут, как бы, ну, реализация сцепления очень такая условная. Ну, и вообще ралли со сцеплением, ну, вот новые именно ралли со сцеплением не играются. То есть, типа, ну, в 70-х, я думаю, где-то игралось, типа, со сцеплением. Ну, не игралось, а проходилось со сцеплением. Именно сейчас, насколько я знаю, типа, со сцеплением не проходится ралли. Насколько я понимаю. Можете меня поправить, конечно, в комментариях. Но я вообще грибу. То есть, по-моему, да. По-моему, со сцеплением не играют. Потому что в той же WRC, там, типа, ну, не можно сцепление поставить. Как бы просто. Ну, хз. Короче, напишите в комментариях, потому что мне, ну, самому интересно, как это вообще оно устроено. Ну, не знаю. Ну, типа, ну, как минимум, в этой игре со сцеплением вообще нереально играть. Также у нас есть карьера, есть быстрые заезды. То есть, там, ну, деньги тебе дают, ДТП. Также у нас есть, типа, сезон, как бы. Ну, то есть, там, награды получаешь. Выполняешь какое-то действие, награды тебе дают. В принципе, иногда даже и выходных. Ну, 30 фпс, не знаю. Надеюсь, что он нормально, короче. Просто надеюсь. Если еще, то скажите в комментариях. Потому что, ну, типа, мне, в принципе, нормально. 36-35 фпс. Делать бы, конечно, получше, но, блин, с записью это надо до средних уменьшать. Ну, ладно, короче. Не об этом сейчас. Вообще, как, ну, вы можете увидеть, карты достаточно разнообразные. Я, кстати, первый приехал. Карты разнообразные. Ну, то есть, там есть и в Азии, и в Америке, по-моему, есть и в Европе. Ну, ТДТП есть все. По-моему, карт со снегом нету. А может, и есть. Может, и есть со снегом. Только я еще не добрался, типа. Вот, я не знаю, что тут, типа, именно грязь, походу. Но это не точно, чуваки, это не точно. Можете сами проверить, скачать по ссылке в описании. Эта игра, ну, то есть, официальная. Это не какая-то, там, дорелизная версия. Ни бета, ни альфа-версия. Это, типа, полная игра. Она уже достаточно долго есть, так что. Ну, типа, аналогов, прям аналогов, нет. Но она сама долго есть. То есть, ну, я как бы такой посмотрел-посмотрел, скачал CarX Rally и, типа, просто офигел. Так что, типа, чтобы вы понимали. Также уже, вот я скачала игру, уже вышло два обновления больших причем. Ну, то есть, в одном там давали, например, много разных камер. То есть, там, ну, камеру от первого лица, камеру... Еще там несколько камер, короче, добавили. Пофиксили много багов там. Еще добавили машины, короче. Такое-сякое. Ну, то есть, типа, ну, я скачала ее максимум месяц назад. Ну, я где-то две-три недели назад ее скачал. И за это время уже выпустили дофига обновлений. Ну, то есть, причем таких больших, знаете, не просто там вообще там пофиксили баги и все, типа. А именно много, ну, вот такие вот богатые, так сказать, обновления. То есть, разработчики реально поддерживают игру. Ну, и сама физика игры мне очень даже нравится. Ну, то есть, она такая прям хорошая. Не знаю. Вы можете написать конкурентов в комментариях, но я не знаю, типа, их. Ну, то есть, если мы играем, говорим про мобильные игры. Ну, то есть, есть, конечно, WRC. Конкурент, так сказать. Ну, типа, как-то так. Что я еще думал? Блин. Она похожа еще, знаете... На такую гоночную... Блин, как она там называется? Ее на кореонке? Я забыл, чуваки. Просто забыл. На комп, блин. Короче. Также у нас есть вверху миникарта. На ней показывается там жесткость поворотов. Ну, конечно, чтобы научиться реально вот так вот заходить в повороты, надо чутка поиграть. Ну, то есть, дня так 2-3, надо, ну, чтобы вообще поднять основы управления. Ну, да, дня 2-3. Ну, то есть, если не прям задрогать. Если задрогать, можно и за 1. Ну, как-то так. Смотри, когда финишируешь, уже пофиг. Там главное пересечь эту черту. Тогда уже тачка, там, кинокотцует. Кстати, кстати. Вот единое, что я бы хотел добавить в эту игру на кодц именно тачки. То есть, его вообще от слова совсем нет. Вообще. Ну, то есть... Даже, ну, таких вот кузовных повреждений вообще нет. Ну, то есть, вообще. И я хотел бы, чтобы добавили, но... Ну, смотря сколько обновлений выходит на эту игру, то, я думаю, добавят все-таки. Но игра прям вообще класс. Как-то так, как-то так. Вот, так я вспомнил. Короче, похожие игры чем-то на Форзу, если честно. Ну, то есть, такой. Как вы думаете, она вообще похожа, типа, на Форзу или нет? Можете написать это в комментариях. Ну, и вообще, подписывайтесь на канал. Ну, то есть, ставьте лайки. Не жалейте. Для вас это две минуты. Для меня это очень много значит вообще. Так что... Дерзайте, так сказать. Что еще хочу сказать. Тут доступны... Ну, вообще, коробка автомат. Коробка вот такая, вот, типа, с переключателем. Просто вверх-вниз. Ну, и коробка... Мануальная. То есть... Как на Жигулях. Ну, на Жигулях, может, ну, как бы, это нормас. Мануальная. Ну, где на Гальфе? Камон. Как-то так, как-то так. Чуваки, смотрите, просто... Первое, второе... Ой, второе, третье место, типа, я и чувачок... Просто... 50 секунд 36 сотых. И у него тоже 50 секунд 36 сотых. Ну, типа, вообще, то есть, там по миллисекундам оно высчитывает. Вот это, кстати, прикольно, что оно не дает просто, типа, второе или, там, третье место просто. А оно высчитывает по очень-очень миллисекундам-то вообще. И у меня один вопрос. А что будет, если оно там прям вообще будет равно, типа? Ну, такое, конечно, не будет, но тем не менее. Ну, я думаю, оно просто поставит одно место и все. Как-то так. Так. Вот, у нас есть, типа, сезон такой. Ну, и в нем, например, задание установить одну модификацию, получите 15 тысяч. Мне так сказать. Ну, это, ну, просто, вот, понимаете? Это чисто 5К, просто из воздуха. Потому что, смотрите, плюс еще модификация. Смотрите, мы вставляем сюда, например, впуск или выхлоп. Давайте впуск вставим. 10К. Теперь мы берем, заходим сюда, опять, ну, 15К заделаем. И сразу у нас 5К прибили. И еще мы улучшили тачку. То есть, просто, знаешь, типа, улучши тачку, я тебе дам 5К. Вот это вот. Не, ну, прикольно, что прикольно. Почему бы и нет, так сказать? Ну, и вот, чем дальше мы, как бы, ездим, тем, ну, чем сложнее. Чем дальше, точнее, этап, тем сложнее трасса. Давайте сейчас поездим. Вот на такой вот тачке. Ну, и вообще, как бы, это тачка. Ну, вот, если на этой трассе ехать, то можно подумать, что это Форза Хорайзен, если честно. Как ни странно, так сказать. Ну, вот, вот так вот. Почти Форза Хорайзен на Android, да? Ну, и WRC-ха тоже. Чем дальше. Вот это зашли в поворот. Классно, вообще. Класс. Первое место, вообще. С большим отрывом. Тут есть рекламка, кстати, но она не задолбичная. То есть, ну, нормально, что ли? Вообще, офигеннейшая игруха. Просто класс. Просто вот кайфуют до сих пор. Ну, здесь видите, очень много всяких трасс всяких разнообразных, тяжелых и, ну, легких, как бы. Так что, как-то так. Много лицензий есть. Вообще, звездец, конечно, как много. Очень много. Слишком много. Есть игровая статистика. Ну, такое, короче. В принципе, на этом мы можем закончить. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Вообще, всем, кто смотрит видео. Подписывайтесь. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.